Володя, третий будет в тебе. Подумай о семье, подумай о детях, подумай про экипаж. В плену 378 дней экипаж находился в тяжелых физических и психологических условиях, мучаясь от жары, нехватки воды и плохой пищи. Через время из плена удалось наладить связь с Россией и поддерживать ее через Тимура Акулова, представителя президента Татарстана Ментимера Шаймеева. Находясь в стрессовой обстановке и каждый день сражаясь за жизнь, казанскому экипажу удалось убедить талибов в том, что ценный самолет требует технического обслуживания. Именно это и стало точкой отчета до побега. 16 августа 1996 года летчики смогли поднять самолет в небо, совершив побег на своем же самолете. Чувая роль в этой истории отводится Владимиру Ильичу Шарпатову, командиру прославленного экипажа, советскому и российскому летчику гражданской авиации, подполковнику в отставке Героя Российской Федерации. Накануне он посетил набережный Челнинский институт Казанского федерального университета и выступил перед студентами. Замечательность она теперь будет принадлежать вам. Вы сейчас проходите эту подготовку взрослой жизни. И я желаю вам всем счастливой судьбы. Любите нашу Родину. Уважайте, помните своих родителей. Цените своих преподавателей. Потому что все, кто старше вас, они вас любят, о вас заботятся, а вы должны это оправдать. Встреча началась с показа видеоролика с кадрами из Афганистана под музыку, слова к которой Владимир Шарпатов написал сам. Во время мероприятия Герой Российской Федерации рассказал учащимся историю своей жизни, поделился моментами своего студенчества, а также не оставил без внимания события, произошедшие в Афганистане. Студенты набережного Челнинского института признались честно, остаться равнодушными к этой истории невозможно. На самом деле впечатления очень такие теплые. Человек на самом деле был там. И после его истории как-то окунаешься в историю и понимаешь, что это были очень сложные времена. И как он их прожил, достойно уважения. Сейчас Владимир Шарпатов ведет активную политическую жизнь, является членом Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Тюменской области, проводит встречи с молодежью и студентами. Аделина Абдрахманова, Медиа-центр набережного Челнинского института, Универ-Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова